На территории округа проходит всероссийская тренировка по гражданской обороне. Среди основных задач – организация взаимодействия органов управления и сил гражданской обороны, а также всех профильных служб и ведомств, привлекаемых к ликвидации условных чрезвычайных ситуаций. Представители муниципалитетов докладывают руководителю штабной тренировки о ситуации и предпринимаемых действиях на местах. У нас сегодня было заслушивание по выполнению мероприятий гражданской обороны при агрессии. А также выполнение мероприятий по чрезвычайных ситуациям. Была дана водная обстановка по дороге, автомобильной дороге Сургут-Салихард, где в связи с неблагоприятными метеоусловиями образовался снежный затор и образовалась пробка с транспортными средствами расстоянием полтора километра. В заторе находится 153 человека, им необходимо оказать помощь. И вот мы, значит, условно провели заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Было принято комиссионное решение ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации и перевести муниципальное звено на функционирование в режим чрезвычайной ситуации. Во время штабной тренировки проверяют готовность системы гражданской обороны к практическим действиям в ходе ликвидации условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также отрабатываются навыки руководителей и должностных лиц на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти. Учения состоят из трех этапов, которые проходят последовательно в течение трех суток по 3 октября. Всероссийская тренировка приурочена ко Дню гражданской обороны, которая отмечается 4 октября. В этот день системе гражданской обороны России исполнится 86 лет.